Три мудрых совета Мастеров стали отпускать домой, награждая их перед этим за долгий труд Каждому строителю предлагали на выбор либо деньги, либо три мудрых совета Но ни один мастер не пожелал вместо денег получить мудрые советы Но вот дошел черед до того каменщика, которого увели на работы сразу после свадьбы Подумал тот и ответил, что хочет услышать три мудрых совета Тогда царь промолвил Вот тебе первый совет Никогда не клади свою ношу на лошадь случайного попутчика Второй Никогда не останавливайся на ночлег в доме, где жена стара, а муж молод Или муж стар, а жена молода Третий Помни, что на ногте твоего пальца записано Будь сдержан Затем царь дал ему три калача из ячменной муки и сказал не разламывать их, пока он не переступит порог своего дома И вот каменщик вместе с двумя другими мастерами двинулся в путь Как-то в жаркий полдень нагнал путников всадник Эй, друзья, окликнул он их Давайте-ка я помогу вам Кладите свою ношу на мою лошадь Оба попутчика нашего каменщика отдали свою ношу всаднику Каменщик же не отдал Ехал всадник потихоньку Ехал И вдруг пустил коня вскачь и ускакал Унося с собой одежду и деньги обоих мастеров Тут каменщик подумал Вот и пригодилась мне первая заповедь У моих попутчиков все пропало А у меня же все цело Настал вечер И путники остановились в одном ауле Увидев, что хозяйка дома, где было решено переночевать, молодая А муж хоть и богат, но уже стар Наш каменщик встал и ушел спать в другой дом Молодая жена дождалась, когда все заснули Зарезала своего мужа И стала кричать, что гости убили его Сбежались разъяренные сельчане И убили обоих мастеров Вот и вторая заповедь мне пригодилась Подумал каменщик И отправился дальше в путь К родному дому привела его судьба В канун праздника Замедлил каменщик шаги И слышит разговор Разговаривают два голоса Женский и мужской Проклятие, подумал он Пока я целых двенадцать лет трудился К моей жене, оказывается Любовник ходил Выхватил он тут свое ружье И стал целиться в окно В этот миг взгляд его упал на ноготь Пальца лежавшего на курке И он вспомнил О сдержанности Тогда он заставил себя снова прислушаться И услышал опять те же голоса Мама, когда вернется наш отец? Спрашивал молодой голос Скоро, сынок, скоро Царь уже отпустил мастеров И твой отец со дня на день Должен теперь прийти Ответил голос жены каменщика А вот и я радостно Закричал каменщик Вбегая в комнату Жена бросилась ему на шею Следом за ней бросился В его объятия и сын Когда жена опомнилась от радости Она стала говорить мужу Ведь ты, наверное, голоден И начала было хлопотать Чтобы подать на стол еду Но каменщик остановил ее И сказал, постой, у меня есть Три калача, подаренных мне царем Разломили они калач И высыпалось оттуда Пятьсот золотых Столько же они нашли Во втором калаче И в третьем